всем привет дорогие друзья вы на канале металлик дэнни и сегодня мы с вами рассмотрим новую колоду на рэн при дожде которая в этом сезоне очень даже неплоха я ее называю скрытой имбой потому что ее потенциал иногда непонятен и не всем ясен также на владере не так часто встречается возможно только на довольно-таки высоких рангах она очень простая но при этом довольно-таки хайрольная из огромного количества бриков и конечно же есть свои нюансы и плохие матча по которым мы сейчас с вами разберем перед началом ролика не забудьте подписаться на канал чтобы пропустить новые ролики так не забудьте поставить лайк под роликом и под колодой на сайте плей гвинд это помогает подвержение моего канала ну и также мне будет очень приятно не забывайте по дискорд а сервер все анонсы и новости к самогвинта и моего канала будут там ждем вас в дискорде уютный чатик и предложение по совету баланса и переходим к разбору этой колоды как я уже сказал кода довольно таки простая но в то же время имеет свои нюансы аспекты звездки сложноватый поэтому на низких рангах она не так часто встречается это не классический дождь это дождь именно с рэнфри и звери зверями давайте сначала разберем опилку и а лидера вы по приказу даете эффект дождя в противоположном ряду на два хода затем создаете оглушающую сирену вот такую вот имеет 2 заряда то есть а первый раз вы создаете два дождь который ударит оппонента на 4 и второй раз также когда это понятно на 4 плюс сирена плюс сирена то есть обилку вас играет на 12 а поинтов а далее у вас есть несколько карт которые от дождя усиливаются это морской посланник когда вражеские отряды получают урона дождя или шторма вы усиливаете эту карту насыщение урона который вы наносите далее есть карта удильщик если в конце вашего хода в обоих рядах противника есть эффект дождя или шторма вы призываете эту карту из вашей колоды ваш дальнобойный ряд в конце вашего хода если ни в одном ряду противника нет дождя или шторма вы перемещаете эту карту вниз в вашей колоде ведь вам желательно иметь постоянный дождь чтобы удильщики вас стояли в дальнобойном ряду иногда конечно можно этот дождь отменить так сказать чтобы удильщики вернулись находились внизу ваши колоды какие карты еще вас делают дождь это келпи по размещениям встает эффект дождя в ряду противника на 0. Но увеличиваете число ходов эффекта на 1 за каждые 3 зверей в вашей стартовой колоде. То есть, чем больше у вас зверей, тем больше у вас дождя. Вроде бы у вас 18 зверей в этой колоде, и соответственно, 18 делим на 3, Кэлпи дает 6 ходов дождя. Вы учили случайного неусильного дружного зверя на 1 каждый раз, когда вражки от раз получают урон от дождя или шторма. То есть, если в случае с морским посланником, он сам себя усиливает, когда получает противник урона дождя или шторма, то в случае с Кэлпи он усиливает какого-то зверя, который не усилен. Зверей у вас много, на столе их будет очень много стоять, поэтому цель вы всегда найдете, и Кэлпи себя окупит. Далее, дождь можно также сделать через юную сирену. 6 за 4 встает дождь, оно по приказу. Но и когда вы ставите вторую, то вторая себя усиливает на 2 2 единицы и становится восьмеркой. Далее, фукусия, которая может переиграть какую-то отраду за 4, вы будете переигрывать именно падшую фламиннику. Но иногда придется вам переигрывать либо Кэлпи, либо морского посланника, либо просто какую-то бронзу. Зачастую вы будете переигрывать именно падшую фламиннику. Опять-таки смотрите на ситуацию, которая происходит на столе. У меня, например, сейчас в матчапах переигрывался Кэлпи, потому что мне не хватало иногда дождя, который мне действительно нужен был. А фламиннику я, например, не разыгрывал во втором раунде, допустим. Как вы можете заметить, колода построена на огромном количестве дверей, и я уже объяснил по какой причине. В первую очередь это Кэлпи. Ну и во вторую очередь это падшая фламиннику, ведь она усиливает себя на 2 единицы для каждого уникального зверя в вашем сбросе. Уникальный зверь это тот зверь, который... Ну, это прям отдельная карта. То есть, чайка это один уникальный зверь, стая волков это уникальный зверь, белка тоже уникальный зверь, но если 2 белки в сбросе, то будет учитываться одна. Ну, потому что одна уникальная карта. Соответственно, чем больше у вас уникальных карт, допустим, Старый Медведь это отдельная карта, Юная Сирена это отдельная карта, тем сильнее усилится падшая фламинника. Я падшую фламиннику видел максимум на 34, по-моему, ну, вплоть до 40 почти ее можно раскачать, в зависимости от ваших хороших и умелых рук. Также ее можно, повторюсь, переигрывать через Фукустию. То есть, в идеале вы просто расставляете огромное количество зверей в первом раунде, а там поставили Старого Медведя, Юную Сирену, там Дождем что-то подделали, поработали. Во втором раунде поставили падшую фламиннику, она прокачалась на 20. Перешли там в третий раунд, подняли ее через Фукустию, и она уже там, ну, так как вы еще пару зверей поставили, там, не знаю, Кэлпы поставили, там, Агуару поставили, то она еще там пауэрпоинтов получила и уже сыграла на очку в 30. Плюс дождь от Фукустии, плюс статы от Фукустии и так далее. То есть ее можно переиграть два раза. Агуара по размещению в рукопашке блокирует отряд, по размещению в дальнобойном ряду снимает блокировку с отряда. Ну, зачастую, именно с вашего отряда вы будете снимать блокировку. Ну, блокировать вам будут, скорее всего, морских посланников, так как это движки, либо Кэлпи. Ну, заблокировать оппонента также можно. Карта является зверем, что довольно-таки неплохо для вас, и поэтому вы не берете дрейгера. Перкуан. По размещению вы наносите вражескому отряду урон, равный количеству отрядов в вашем распоряжении. Заметьте, не в ряду, а именно на вашем столе. То есть максимум он может ударить на сколько? 17 очков, если у вас весь стол забитый, серкуан последний слот, который вы можете поставить. Ну, это будет редко, но зачастую он реально ходит очень сильно и даже чаще играет, чем геральцезривие. Касаемо его, он уничтожает вражеский отряд силой не менее 9 единиц. Таких отрядов много. Вот первое, что приходит в голову, это какому-нибудь тир, какие-нибудь драконы, там, не знаю, какие-нибудь прокачанные карты, там, идущие, уходящие в закат на узики. То есть цели он найдет. Почти всегда он сыграет. У вас тут не так много контроля, помимо, ну, кроме дождя, только дождь наносит определенный урон. Ну, и, конечно, Ренфри, это не ключевая карта, но та, которая бафает эту коду очень-очень неплохо. Вы будете играть различные приказы, которые у вас тут есть, в зависимости от ситуации на столе. Оппонент играет на спаме, можете взять и нанести всем урон. Вы нашли какую-то золотую карту, допустим, в ламиннику, как я часто не нахожу, то можно сыграть из руки бронзу и добрать какую-то карту. Стратегиемы неплохие. Усиление дружного отряда у вас тут не так часто сыграют. Самые сильные отряды у вас тут это Старый Медведь и Ягуар. Поэтому я не думаю, что вы будете это играть, но иногда тоже можно сыграть. В общем, смотрите на ситуацию на столе и играйте тот приказ, который вам выгоднее. То же самое с пассивкой. Много кариоверных пассивок, например, Чет-Нечет, так как вы расставляетесь очень неплохо. Ходы до восстановления 8, пас 4, ну и разные-разные пассивки там в урон и в усиление. Прокрутка у вас в виде платвы, в виде панталона, в виде удильщиков. Вполне себе этого всего хватает. И у вас под конец в третьем раунде, по-моему, будет три карты, если не ошибаюсь. Ну, в зависимости еще от маски урабороса, которая также берет карту какую-то, а другие кладет вам в сброс. Аксель, чисто карта под статы. Можете поставить что-то другое, кроме него. Оно такой неплохой человек, то есть он не зверь. За 7 провизий лично я, ну, не нашел лучше картонок. Мне говорили иногда, Касима Малоспина, там, обращать каких-то нибудь чаек, но не знаю, для меня это такое. Ну, можете попробовать. То есть надо какой-то отряд выбрать, ну, я, например, особо тут целей не вижу. Хим может как-то дождем повредить отряд и как-то поставить его. За 8 намного больше целей. Не знаю, та же Каралочка даже неплоха. Там, Этералом чаек обращать, там, Каприаном Вилличем удалить. Частая карта в Ренфредеках. То есть варианты какие-то может быть, но за 7 я лично альтернатив не вижу. И эта карта довольно-таки неплоха. Прокрутка также в виде Банды Ренфри, так как колода на Ренфред строится. Ну, и, в принципе, звери тут все дефолты. То есть Старый Медведь это просто 6 за 4, но, опять-таки, 6 за 4 можно сказать, что это 8 за 4 под Фламинникой. Там Дикий Медведь это тоже, по сути, 6 за 4, но Фламинникой еще больше. Белка, вы, ну, просто звери, но также можете удалить Эхо-карты, различные карты оппонента, которые находятся в сбросе. Старая волоков может сыграть на очков в 9, если вы заспамите весь стол оппонента. Чайка тоже может сыграть на очков сколько? 7 получается. Также является тегом, также вы можете ее съесть, также переиграть, также призвать, также это карриовер и так далее. В общем, вот такая вот дэчка. Самые худшие для вас матчапы это тотальный контроль, причем такой массовый контроль на весь ваш стол. Вы на Ренфри играете, у вас каждый ход это отряд, у вас нет ноутюнита, поэтому какие-нибудь колоды по типу набегов, по типу аристократов вас должны проходить, потому что, ну, там будет очень много контроля, очень много у аристократов, допустим, ядов, от этого всего они будут получать статы, там у набегов просто будет много ваших карт, ваших целей, какой-то новую нит вы не сможете сделать. Ну, в общем, контроль вас, конечно, проходит. А какие-то такие около-мидранжовые деки или архетипы проходите, очевидно, вы. Но, повторюсь, колода заходозависимая, поэтому на свой страх и риск тут очень много бриков и фламинька лично у меня постоянно лежит 24-й или 25-й карты. Переходим к практике. Так, просто он сыграет клетка. Скорее всего, мадуки либо Ренфри. Я думаю, другого это не может ничего быть. Плохо, что мы на сине, а не он. У нас неудобно играть. Играем банду. Заход средний. Да, нет бриков, но при этом нет каких-нибудь движков. Есть дожди зато. Наверное, еще один мулиган себе позволил бы. Окей. Слава богу, отмулиганились. Вполне. Пытаемся понять, что это. Идущих нет, но есть Феникс. У нас нет белок. Это тоже, кстати, не очень. Белки нужны были бы. Играем от бомб. Вы своими сетями удалите. Севдобомб. Эх, потом не туда прыгнул. Бомба. Да, все. Тут найдено. Найдено тут все. Блок в этом раунде давать? Не знаю. Возможно. Уходи. Оставь нас. Уходи. Удильщика ставили в руку. Ничего нового. Здесь я планировал уже пасовать, так что. Нормально. Нам проще будет отвечать на это все. Плюс мы, возможно, сможем удалить кого-нибудь хотя бы одного Мадука. Я думаю, у него идеальный заход. То есть он сыграл Феникса, он сыграл Мадука. Сыграет, наверное, Лето. Ну, очевидно. Это пас, и нам надо будет как-то отвечать. Ну, не знаю. Мне такое один раз приснилось, я помню. А тут как бы в реале такое бывает. Случается. Причем, если он будет долгий играть, и мы найдем две белки, вот это будет топово. Он вам никак не добирает. Смотрим на быков. Да, он никак не добирает. А, ну только обилка, если потратить. Это хорошо, что обилка. Подожди, ему без обилки хватало. Ему хватало без обилки. Ладно. Допустим. Мы это опустим. Ну. Белка. 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 Ну, что ж ты будешь делать? Ну, Белка, но при этом у нас и Брик, и Геральт, который особо не сыграет. Ну. Нелегко нам. Лучше бы две белки, нежели две банды. Рядом будет играть бомбу, но музыка не работает. Белка удаляет одного из, конечно же, пожирнее который. Пятерочка. Надеюсь, он фул на музыку свою не проставит. Нам надо цель иметь. Дальше играет погонщиков и бомбы. Истина. Лишь иллюзия. Будет пытаться поддушивать. Копайте, копайте, не болтайте. Жаль, белку сброса нельзя через вкусик будет переиграть. Копайте, не болтайте. Вандер Эмфри, это, конечно, очень печально. Давайте пока аккуратно вот так сходим. Он ощущает себя намного лучше, чем очевидно. Но если мы... Удейщика надо будет призывать. Потребуется три ведра гвоздей. Думаю. Отпустим пока что он. Статы. Нет, больше я. Есть только мы. Пока что он, но нет больше я. Как говорит он. Ну, смотрим. Да ну. Отпустил нас. Как бы сейчас идеально добирала банда. Просто идеально. Но, увы, случается в жизни неудачи. Ну, есть лидерка. Плюс, допустим, мальчик. Это... Это... 2, 3, 4. И он 6. Вот на 10. Не хватает. Только если две обилки тратить. Два тика. Банда изи добирала бы, конечно. Банда изи добирала бы. По двумя лидерками, ну. Море требует платы и возьмет ее. То есть, раз, два, три, четыре. Ну, давай, чтобы не призывать удильщиков в этот же ряд. Удильщиков можем через Фукусию и Келпи все еще попытаться как-то реализовать, но... Бриков много. Два. И один в руке. Сразу начинаем с бриков. Я бы, надеюсь, второй не придет. Окей. Уже неплохо. Нет, конечно, падшей фламингики. Мы ее можем попытаться забрать с Ренфри. Но уже неплохо. Хоть какие-то движения, так сказать. Мадук один. Белку нам не дали. Давайте начнем аккуратненько. Причем я бы играл в дальний ряд. У нас карты под дальний ряд только есть. Ну, я имею ввиду... Которые могут сыграть в дальний ряд. Остальные у нас играют в любой ряд. Родерик из Дунтыни. Дунтыни! И гарнизон. Гарнизон тут, видимо, место идущих. Никого тебе спокойится? Ваше величество, сделаем как надо. Ваше величество, да? Пока так. Хочется уже, конечно, Ренфри ставить. Я просто не вижу, что пока можно сделать. Ну, кем мы прокрутились. Буду ставить Ренфри уже. Ну, самый лучший способ это брать реально фламингику. Просто, чтобы ее добирать, нам надо удалить сначала бы крутить. Вперед! Вперед, Врихет! Я тебе покажу, как в ров мочится! Вполне себе неплохо у него тут все получается. Неплохо. Чет-нет-чет. Бронзу сыграть! Стратегемы и изначальная копия. Ну, изначальная копия нет. Ну, наверное, бронзу точно. Там очень много зверей. Он еще очень много убьет. Поэтому, я думаю, точно да. А Дождь, повторюсь, мы сыграем через Келпи и Фокусю. Так что, нормально. Прокрутимся до нуля. Главное, оставить бронзу в руке. Слабейший отряд сыграть? Белку? Ну, такое. Хотя, вариантов других нет. Ну, десятку прокачать, нормально. Нормально. Иначе, да не сейчас. Сначала мы должны сыграть Укусию. Может, кстати, у мальчика даже. Как движок. Беронзу хочет как-то контрить. Да, наверное, Фокусю в мальчика сыграем. Потом Келпи. Начинать будем именно с Фокуси, потому что... Келпи не выбирает. Может выбрать любой ряд. Пусть он не выбирает. Родирик, кстати, неплох. Но нет, мы уже... Я, кстати, даже об этом не подумал. Он неплох, но он уже нет. Точно морской посланник. Не трехглазый. Да, конечно, это... Шестерка. А, пятерка даже. Сори, броня. Но... Я думаю, это пока что лучший вариант. Он может попасть. Шансы огромные. Да, он попал. Кто бы мог подумать, кто бы мог сомневаться. Окей, ставим так. Взбиваем всю броню, которая есть. Призываем удильщиков кариоверных. Гераль, он все еще по наузюке бьет. А наузюка там должна быть вторая. Я верю в это. Ну и 100% фламяника в наших руках. Окей. Блин, сделать десятку из удильщика? Ну такое. А что, а кого еще? Можно, конечно, поставить пока так, а потом уже сыграть в стае волков. Вот такое. Ну давай. Может, кого-то ударит. Постоянно поприятнее нам сражаться с ним. Рамон наузюка? Да. Хорошо. На Тувиан! На Тувиан! Больше всего брони у него, пока что его валим. Удар милосердия вряд ли там есть. Там еще там наузюка. Погонщик был? Был один погонщик. С Арториусом сыграл. Не помню кого. Он сыграл с Арториусом. Арториусом подрывника сыграл. То есть там 100% наузюка. Погонщиков нет. Наузюка биг контроль. Я думаю так. У тебя сегодня плохой день. Хорошо. 5 отрядов. То есть мы бьем на хорошее значение. Солны Вильгефорс, наузика и что-то еще. Показывай там наузику свою. Наузика! Вперед! А куда выгоднее, кстати? Наверное, сюда. Дождя уже нет. Последняя карта была. Так что все мы сделали правильно. Эта карта была и последней. Что, Игни? Игни, может быть. В мадуке. В фулл контроле. Он дал каратку. Там Вильгефорс. Вильгефорс и что-то еще. Бомба. Бомба Вильгефорс. Омпрессия. Окей, допустим. И Вильгефорс, которого, очевидно, нам... Ему не хватает. Нам хватает всего. Как-то так отыграли. Почему много было разных отыгромых способов. Можно было реально Родерика переиграть. Что-то еще. Придумать. Что за холостая задача? Если бы у нас выпали Белки раньше времени, это было бы вообще сразу. Фри-фри матчап. Белки в первом раунде, представьте. Просто фри матчап. Ну, вполне. Против нас играют воины, скорее всего. А Белка отцы-убийцы. Мы на синий. На синий нам хорошо за мулиганов. Чем больше их, тем лучше. Потому что бриков в этой колоде очень много. Но мы ни один не словили. Можно попытаться паралять их, потому что заход у нас не самый лучший. У нас нет ни банды, ни акселя для статов, ни посланников, ни келпи. Ничего у нас нет. Можно паралять Брики себе в руку, да? Белку одну я бы оставил. Одну убрал бы. Удильщик. Ну, банда Ренфри. Все, дальше уже, наверное, не надо. Не стоит. Начнем, наверное, с Медведя. Почему бы нет? Можем. Если это на беге, то я не думаю, что он будет играть очень долго. Аккуратненько. О, это не на беге. Это могут быть, ну, либо колода на сбросах, либо даже Ренфри могут быть. Ренфри колода может быть. Окей. Давайте пока Медведя. Вот и панталон. Каралочка, да, на сбросах. Это бы я блокировал сразу. Всякий пожарный. Так, там не самый идеальный заход. И это Мурат. Очень сильно. Верни ее мне. Мне, пожалуйста. Накер, вряд ли, думает, Ренфри сборка. Допустим, так. Можешь меня в хвост поцеловать? Не знаю, сколько сильно он хочет играть. Ну, нормально. Если мы продолжаем душить, то мы дождь прожимаем. Если нет, то нет. Там уже еще банды сходить. Почему тут половина может меня найти? Я не прожимаю маску, чтобы не добрать удильщиков. Если вы нам доверяете удильщиков, то будет там неприятно. Чайка еще одна идет в бой. Это лоу-темп. Я бы, наверное, прожал маску. Упигайся, человек. Хотя, блин, статов у него нормально. Окей, давай, наверное, так. Вот так. Ну, и, пожалуй, стая волков. Не банда. Стая. Хорошо. Единственный брик сейчас это банда. Четная кривоверная чайка. Компас. Дай волков, каратка, рандит. Ничего себе тут. Блин. Две белки были не шуткой. Я думаю, что мы удаляем именно компас. Компаса нечем. Рандит, как минимум, пока что. Потом мы делаем именно так. Компас. Ну, и делаем сюда. Дождик небольшой. Можно поражать, но банда Ренфри может прийти. Я бы пока не стал так делать. В любом случае, придется сбрасывать хорошую карту. А рандит не так сильно пугает, например, нас. Наверное, пас даже. Его рандит не самый сильный. Сейчас он реально сбросил каратку и рандит. Он сбросил каратку и рандит и поставил себе волков. Гениально. Ламиника там должна быть. Это, может быть, колода с многочисленными эхо-картами. Там еще мечистая, схамутная. Такое вот может быть. Но целей у него хороших нет под эту карту. Ему надо чем-то сходить. Угу. Так. Отлично. На равных решил уйти. Нас-то очень устраивает. Ну, очень странный оппонент и очень странная колода. А рандит на 4 будет на 5-6-7. Вверху был Келпия. Было неприятно бы сбрасывать одну из этих карт важных. Пламинника неплохо. Нам Ренфри надо искать. Очень сильно надо искать Ренфри. Серкуан, конечно, неплохо, но... Это как мимо под обилку пойдет. Старый Медведь. Можем Брик сейчас словить? Я бы, наверное, оставил так, как есть. Серкуан, конечно, лучше, чем Старый Медведь был, но я рискнул. Есть Брик, есть карта хуже. Нет смысла. У нас два ласт хода. Я не думаю, что есть смысл сейчас ее контрить. Я бы подождал немножко. Как говорится, потерпел. Окей, это звери на обилке от убийцы. Может, совят, кстати. Совчанским почему бы и нет. Чего лучше в начале весны, чем хороший грабеж за море. Пока мы ходим менее темпово. Но, в принципе, нас все устраивает. Лучше б ты мне под топор не совался. Отлично. Надо будет ставить морского посланника. Фламеника может... Он же на самом деле что может взять? Может, не знаю, если убьют Келпи или морского посланника, что-нибудь из этого призывать? Там родители же есть. Скорее всего, в Келпи он полетит, и тогда можно переиграть Фукусию, конечно. Конечно же. Дождя как будто бы слишком много. Ладно, нет, все равно, наверное, я разыграю. И даже не попадаем по ней. Мы уже очень даже сильно перегоняем. Зарянфри спокойно здесь справимся. Так и чемпиона. Как же он не хочет, не ливить эту карту. Там, может быть, Фламеника... Ой, ну... Фукусия, которая переиграет Фламенику, поэтому я ее не трогаю. В общем, переигрывает через Фукусию что-нибудь другое. Это Фукусия? Нет, не Фукусия. Ну ладно, в любом случае. Очевидно, победа за нами. Я думаю, он все понимает. Сколько наша Фламеника будет? Ну, это не БМ, я просто хочу... Ладно. Она была бы на 4+. Много. Надо считать уникальных зверей. Вот у нас играет Джекпот. Мы на синий. Давайте смотреть. Один Брик в руке. Мы убираем. Оба. Мы можем, конечно, рискнуть, потому что у нас нету... Окей, у нас есть дожди, есть движки. Фелпи хочется. Но мне кажется, это лучшее, что мы можем получить. Дальше нас ждут только Брики, Брики, Брики. Еще раз Брики. Нет блока, конечно, блок нужен нам. Фелпи в этом раунде тоже бы сыграла неплохо. Пытается оппонент найти монеты. Врут, врут. Врут. Да, пытается просто получить монеты. Советую втягивать носом, но есть и другие способы. Рассказывай, какие. Всем интересно. Однажды море поглотит весь мир. И мадаму он ставит на стол. Все у него вполне неплохо, плюс хорошо. Надо было прожать эту карту. Ну вот. Не успел. Он обгоняет нас. Допустим так. Выходят удильщики. Келпи. Блин, ну ты серьезно. Келпи очень хорошая могла быть карта. Серьезно? У меня второй есть? Если что. Так. Герлит. Герлит, наверное, не для этого раунда. Хотя кто его знает. Сауль может быть выставлен. На стол. О, как славно. Ты знаешь нашу речь. Хочешь, конечно, в один ряд. Не в этот, а в другой. Но... Давай, наверное, в другой. Удерживать этот дождь будет тяжело нам. Издевающийся, чел. Единственный движок не может его убить никак. И по каналам можно ходить под парусом. Там кринж. Наши подземья благословенные. Ну, хоть сейчас давай. Единственный спендер от оппонента. Ну, в принципе, размер неплохой. Мадама каратка. Нормально. Возможно, можно было уже пасовать. Мадама не было, но... Не знаю, мне хотелось забрать этот раунд, чтобы... Ничего не бояться, так сказать. Ловим бреки. Хелпи, Фламеника, блок. Это идеальный заход. Я думаю, мы идем в долгий. В долгий джекпот я настолько сильный, как в коротком. Ну, мы тоже в коротком сильны. Но просто он сейчас поставит свечку. Новиград. Нам это не надо. Это не наша... Битва. С плохого он не отдал яды. Кроме одного. Яды очень сильные. Ну, кстати, Новиграда ему хватает. У Новиграда хватает. Сыну бы нашел. Свечка не хватает ему. То есть, Новиград даст ему сразу эрданса. Окей, отлично. Я дам кариовера. Понятно. Пойдет. Ни одного кариовера. Ну, блок. Келпи. Может быть, белка, кстати. Но я думаю, что он сразу откроется с эрданса. Ну, прокрутит. Можем сверить банду Ренфри? Не можем. Отлично. Белка лучше, чем Брик. Если он не успеет, то мы простаем. А мы успеем. Белка на восемь очков. Довольно-таки неплохо. Корпорация это люди. Корпорация это люди. Копия. Ну, копия нам, очевидно, не нужна. 6 демоджа, но это лучше, чем остальное. ГД отчет-ничет. Чет-ничет. Наверное, да. Много будет отрядов. Много будем расставляться. ПКД. Цели особо нет пока. Потом будут. Апелляция рассматривается в срок до 7 лет. Сейчас, на самом деле, довольно-таки неплохо могло быть. Не знаю. Как мы просто им Келпи? Просто скажу, что по рядам. Обычно. Ну, или пока вот так можно подставить. Ничего не теряем. Приобретаем только. Много отрядов. Гвиттер и Олидия. Даже не уверен, стоит ли ее как-то контрить. Наверное, стоит. Почему нет? Да мы стоит. Именно таким способом. И ставим Келпи. Келпи ставим сюда. Хорошо. Прики, я думаю, это блок. Свечки еще не было. Спендеров тоже нет. Сауль, зато и Сауль. Это Геральт, я думаю, спокойно. Увидишь, увидишь. Еще увидишь. Еще не время. Уже, наверное, расставляемся так. Ну, если нет. Там надо Агуару сыграть в рукопашку. Отсюда будем поднимать точно посланника, но... О, в рукопашку играть отлично. Что продаю? Я боялся, ты не спросишь. Пусть играем в рукопашку. Эх. Мнимая власть выпала. Зачем он это делает? Ладно. Вот так выглядит мнимая власть. Уже мы усиление не получаем, поэтому просто ставим. Самые жирные карты. Ударяем, это плохо. Ну, статы у нас хорошие. У него все еще осталась обилка, навиград. Он еще свечки не поставил, криков не отдавал. Все еще у него неплохо, но... Вот свечка. Я думаю, мы валим королейничек. Это Сауль будет мощнее, если так подумать. Короче, пока подождем, я думаю. Пока подождем, подождем. Мы не можем ставить в эти ряды. Ну, кто у него остался? У него осталось точно. Фрики. Яго. Может, яд. Просто убивая его, у него свечка будет хуже. Он ее вообще не прожимал. А, там пока медведя. Вот он у него инвестирует сейчас монеты. То есть, я из-за этого хочу подождать немножко. Мы ждем. Вот и фиштых, кстати. Два яда. То есть, не фрики. Ага. Вот это интересный вариант. Не фрики. Два фиштыха. Ого. Тогда вот так. Она все равно будет четной, поэтому... Разницы нет, сюда ставим. Кратко выходила. Яд раз, два, три. Ты что, отсюда еще может ральнуть? Ну, я не верю в это такое. Сильнейшие или те, кто лучше карты находит? Ну, по пищину жаль ударили. Фрики есть в итоге. Сейчас какой-то байт был. Ну, это блок, очевидно, фриков. Очевидный блок фриков. Если он хочет как-то экономно крылья нищих раздвигать, то ему придется... Ладно. По-любому, блокируем его. Будем смотреть, кого из них выгоднее будет завалить. Так, семерка. Вроде выиграли. Вроде выиграли. Угу. Плендер в итоге у него есть, в любом случае. Просто завалим сильнейшего. Сильнейший будет либо Сауль, либо король нищий. Ну, скорее всего, Сауль. Как же он его не любит. Да, нам тут хватает уже, 100 прос. Яга примерно на 20 очков будет. Ну, чуть меньше. 17, 14. Бац. Там на берегу что-то выстрелить. Бац. И пару раз нажмет. Ну, все, он может быть играть тут. Ну, можно было отыграть с Ту-Юру совершенно по-разному. Совершенно по-разному. Я немножко испугался ядов. Пару ресурсов. Ну, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Че он делает? И ты... Бабуин. Негатива. Терпеть не могу порталы. Ну, он, наверное, понимал, что нам 300 уже в любом случае хватает. Кстати, если бы он нашел Навиград. И поставил бы его во втором раунде. Я думаю, вот эти бы поинты, ну, разрыв был бы намного меньше.